Есть юниоры и юниоры. Разделить на две части. Юниоры это которые заходят в поиск и разведку от каких-то групп, которые имеют финансовые ресурсы и просто начинают новый вид бизнеса. У них достаточно эти ресурсы существенные, но и есть определенные цели либо довести до добычи, либо продать кому-то из менеджеров, как охарактеризовал Виталий Натанович. Мы, наверное, сейчас говорим о юниорах. Это те, которые производят начальную разведку за счет собранных средств, то есть не представляют какие-то финансовые группы или крупных акционеров. Честно говоря, я большой перспективы в этом движении в нашем контексте не вижу в российской действительности. И в первую очередь потому, что даже дойти до той проблемы, которую Виталий Натанович обозначил, что переводить дорого и долго поисковую лицензию в добычную, но для того, чтобы подготовить объект, который может заинтересовать более-менее среднюю или крупную добывающую компанию, это десятки миллионов долларов, если до добычной стадии. То есть таких денег на рынке в Канаде-то сейчас нелегко собрать, а таких денег в России, просто юниору-юниору, скажем, геологически какому-то коллективу, у нас таких механизмов нет. Поэтому мы говорим о каких-то начальных стадиях поиска, в начальных стадиях разведки, на которые уже должен присматриваться мейджер. Но эти начальные стадии, они все равно требуют подтверждения. Не знаю, из нашей практики мы особо не доверяем тем, кто... Это просто удорожает для компании-добывающей, удорожает приобретение объекта, если кто-то на нем уже поковырался и приходит с определенной ценой за этот объект. Здесь, наверное, стоит проблема воспроизведения минерально-сырьевой базы. Заключается в нашей стране в том, что прекрасно можно справляться и без юниоров. Но у нас география нашей геологии такова, что объекты уходят от инфраструктуры. Поэтому, если стимулировать воспроизводство минерально-сырьевой базы, то добывающей компании нужно понимать, какие перспективы инфраструктурные. У нас уходят, скажем, в Ламурской области уходят на север, на северо-восток или даже на северо-запад и так далее. По любому региону всем понятно, что это уже все, что можно под носом найти, мы практически уже под носом нашли. Из крупных, я имею в виду, объектов, которые там, если в золотом эквиваленте, там, ну, за 30, а может быть и стратегических за 50 тонн. Поэтому я думаю, что все-таки перспектива у нас, дай бог, чтобы у юниоров получилось, но у нас такой, как в Канаде, культуры, когда каждый канадец условно считает возможным купить как лотерейный билет акцию, и этим делом собирают таким способом деньги на более-менее серьезные поисковые работы и даже разведочные, у нас что-то такого и банковского финансирования тоже невозможно. Поэтому, конечно, честь и хвала Виталию Натальевичу и его коллективу, что они развивают это юниорское движение, как пионерское, но я думаю, что в обозримой перспективе будущее все-таки за собственными исследованиями, за собственной разведкой и поиском добывающих компаний. Спасибо.